Как человек, описывающий деяния этого царя. Поэтому именно просто служить при дворце, допустим, скажем, он мог начать гораздо раньше. Но свое пророческое служение, он начинает именно, мы основываемся это на 6 главе 1 стихе, именно тогда, когда Озия умирает. И вчера мы говорили, что существует несколько определенных дат, связанных с тем, когда же все-таки происходило пророческое служение Исаии, сколько примерно лет. И есть даты 740 год, 681 год, есть даты 745 год по 680 год, есть даты 740 год по 701 год. То есть примерно точно мы знаем, что 40 лет точно Исаия нес пророческое служение, и предположительно оно могло продолжаться до 60 лет, его служение. Это я повторяю то, что мы вчера говорили. Еще раз. Значит, в этот промежуток времени, да, на что мы должны сделать еще раз, внимание, акцент, это то, что Исаия жил в промежуток, когда Израиль уже был разделен на два царства, да? Было царство Израиля и царство Иудеи. Вы знаете, когда это произошло, разделение? Совершенно верно. После смерти Соломона произошло разделение государства, и таким образом появилось два государства. Это государство Израиль и государство Иудея. И Исаия, он жил в Иудее. Значит, в принципе, главным врагом Иудеи в этот промежуток времени была Ассирия. И Ассирия – это мощное государство, которое начало развиваться, такое как захватническое государство с 800 года до Рождества Христова. Иногда называли Ассирию ломом. Ломом, да. Который повалил всех и подмял под себя. Был такой правитель Ассирии, его имя Тиглат-Паласар, и он вступил на Ассирийский престол в 745 году. И к 740 году он покорил всю Северную Сирию. Еще раз. Тиглат-Паласар. Тиглат-Паласар. Он был правителем Ассирии. Вступил на престол в 1745 году. И к 740 году он, проведя многие военные операции, покорил всю Северную Сирию под себя. В 1745 году он стал правителем, а к 740 году... Да, до Рождества Христова. Ну, давайте уже не будем этот вопрос задавать. Все события происходят до Рождества Христова, потому что мы говорим о историческом фоне книги пророка Исаии. Вся книга была написана до Рождества Христова, поэтому все события, они происходят до Рождества Христова. Хорошо? Давайте мы уже к этому хоть не будем возвращаться. Значит, в 738 году он покорил арамейский город-государство, которое называлось Ямав. Ямав. И вынудил другие мелкие царства платить дань, чтобы избежать подобной участия. И знаете, в числе тех, кто должен был платить дань, и попал также и Израиль. При правлении Минаима. При Минаиме. Это 4-я книга Царств, 15-я глава, 19-й, 20-й стих. Может кто-то открыть, прочитаем. 4-я книга Царств, 15-я глава, 19-й, 20-й стих. Продолжение следует... Итак, можно сказать, что оплатив дань, он своего рода как бы откупился от царя сирийского. Значит, в 734 году Тиглад Паласар возглавил поход на филистинскую территорию и расположился станом на египетской реке Вади-эль-Ариш. Значит, в это время, в 733 году ряд государств объединились против него. в 733 году. И эта война называлась Сиро-Ефремитская. Это происходило в 733 году. Значит, Израиль вошел в союз с этими государствами, кто выступил против Ассирийского Ассирии. В то же самое время иудейский царь, который звали Ахаз, он отказался участвовать в этом союзе против Ассирийского правителя, против Ассирии. Интересно, что произошли такие события, что это коалиция, вот этот союз, который выступил против Ассирии, в тот момент, когда иудея отказывается от того, чтобы принять участие в этом союзе, то весь этот союз поворачивается против иудеев. Война называлась Сиро-Ефремитская. Сиро-Ефремитская война. И идея этого союза, куда входил Израиль, в этот союз, идея была такая, чтобы свергнуть в иудеи династию Давидова, то есть они хотели убрать царя и вообще, чтобы династия Давидова не присутствовала на престоле, и их идея была поставить кого-нибудь другого на престол, чтобы они поддерживали, чтобы иудея поддерживала этот союз против Ассирии. И это описывается в 4-й главе 4-й царств 15-я глава 37-й стих, 16-я глава 5-й стих и Исайя 7-я глава 1-й стих. Да. Значит, 4-я царств 15-я глава 37-й стих. 4-я царств 15-й 37-й 16-й 5-й и Исайя 7-1 Давайте прощим. Сына Рималиина Тогда пошел Рецен царь сирийский и Факей сын Рималиин царь израильский против Иерусалима чтобы завоевать его и держали Ахаза в осаде но одолеть не могли. И было во дне Ахаза сына Иофанова сына Озии царя иудейского Рецен царь сирийский и Факей сын Рималиин царь израильский пошли против Иерусалима чтобы завоевать его но не могли завоевать. Интересно что Исайя дал совет Ахазу вот но Ахаз он не воспринял совет Исайи и в конце концов за помощью обратился к Ассирии Это четвертая книга царств 16 глава 7-9 стих 4 книга царств 16 глава 7-9 стих И послал Ахаз послов к Фегла Феласару царю сирийскому сказать раб твой и сын твой я приди и защити меня от руки царя сирийского и от руки царя израильского во вставших на меня и взял Ахаз серебро и золото какое нашлось в доме господнем и в сокровищницах дома царского и послал царю ассирийскому в дар и послушал его царя сирийский и пошел царь сирийский в Дамаск и взял его и переселил жителей его в Кир арицина умертвил в результате этот Тиглат Паласар вступил в район северного Иордана взял Галат и Галилею и увел израильтян в Ассирию в соответствии с политикой которую вела в то время Ассирия они захватывали территорию брали часть людей иногда большую часть людей которые жили на этой территории и переселяли их в другое место с другой территории они брали переселяли в это место других людей то есть перемешивали народы да они жили как бы в принципе просто платили дань скажем так но идея заключалась в чем перемешать народ раз во вторых идея заключалась в том что если человек оторван от своей земли если он оторван как бы от своего наследия культуры богов своих то он себя чувствует не 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 свободно и таким образом он меньше будет иметь намерения для восстания идея была заключена в таком образе ну мы знаем что даже в советский период времени да при правлении Сталина делались такие же самые вещи что народы переселялись из одного места в другое да например как вы знаете да что евреев пытались переселить Биробиджан да вот организовав там автономную республику еврейскую вот то есть цель была такая чтобы в действительности как бы ну потрясти народ чтобы как бы сбить его основания да на чем он стоит на своей культуре на своих устоях каких-то поклоняется своим богам в результате чтобы этот народ не думал о восстании ну потому что если земля не ваша за что вам так сказать бороться по большому счету понимаете да если вы живете в своей земле и вы являетесь там рабом данником или еще кем-нибудь да то вы постоянно думаете о том как освободиться но если вы живете на чужой земле то у вас уже как бы не возникает вот этих мыслей о том что от чего вам освобождаться что вам не нужно освобождать свою землю потому что эта земля и так не ваш вот это был принцип который использовала Ассирия и так это написано в 15 главе 29 стихе 4 книга царств 15 глава 29 стих в одни факе царя израильского пришел Фегла Фелосар царь ассирийский и взял и он Авелбев Мааху и Ионах и Кедес и Ассор и Галаат и Галилею всю землю Нефалимову и пересидел их в Осирию и знаете что произошло в результате всего этого с одной стороны Иудея как бы ну получила определенную какую-то свободу в плане того что на них уже не нападали израильтяне там и этот весь союз куда входил Израиль то есть они как бы были защищены но с другой стороны сама Ассирия оказалась на пороге иудейского государства вплотную и со временем это все таки явилось большой большой проблемой то есть результат того что царь как его звали Ахаз не послушал Исайю да в результате этого в конце концов Ассирия оказалась на пороге государства иудейского и значит что происходило с Израилем в это время значит Факей был свергнут это израильский царь да и его преемником стал Осия который заплатил Теглот полосару дань после того когда тот опустошил полностью Дамаск это было в 732 году и в 727 году этот Теглот полосар умер в результате после его смерти умер он в 727 году после его смерти Осия принимает решение не платить больше дань Осирии то есть преемнику этого Теглот полосара который стал Сал Манасар то есть Осия принимает решение что дань больше платить не будут и предположительно можно сказать что повлияли на Осию повлиял на Осию Египет 4 книга царь 17 глава 4 стих и заметил царь Осирийский Осии измену так как он посылал послов к Сегору царю египетскому и не доставлял дань царю Осирийскому каждый год и взял его царь Осирийский под стражу и заключил его в дом темничный в конце концов в результате всего этого Осирия конечно не согласилась с тем что Израиль прекратил платить дань и Осирия двинулась против Израиля в конце концов они захватили царя и земли израильские но долгое время не могли взять столицу Самарию и только после трехлетней осады Самария была захвачена в 721 году то есть в 721 году Осирия захватывает полностью весь Израиль и столицу Израиля Самарию на самом деле не знаю точно кто же все-таки из Осирийских правителей захватил Самарию предположительно это был Салман Ассар вот или его преемник которого звали Саргон Второй потому что этот Саргон Второй в итоге приписывал эту победу над Самарией себе может быть для нас как бы это не имеет какого-то большого значения конечно для информации хорошо в данном случае Осирия поступила не так как обычно захваченная территория и сами израильтяне остались на месте их не переселили в другое место как это было дело ну как это делала Осирия раньше переселяя народ в другое место в данном случае та часть израильтян которые жили в Израиле после первого пленения когда они остались то есть их оставили здесь также жить единственное что в эту землю все больше заселили других народов то есть четвертой книге царств в 17 главе в 24 стихе мы читаем об этом и перевел царь ассирийские людей из Вавилона и из Куты и из Авы и из Эмафа и из Сепарваима и поселил их в городах самарийских вместо сынов израилевых и они овладели Самарией и стали жить в городах ее в результате мы знаем что в Самарии произошло смешение народов вот и потом в процессе мы знаем что результатом было то что иудеи с самарянами что не сообщались то есть это можно сказать было как бы одним из основополагающих моментов что в результате вот этого захвата произошло смешение народов и израильтяне перемешались с этими различными народами которые пришли были переселены Ассирией в конце концов в результате этого Ассирия все ближе и ближе придвигалась к северным границам иудеи и Исайя говорит об этом как о кризисе и как о надвигающемся осуждении для самой иудеи значит в 720 году происходит восстание некоторых городов государств Сирии и Палестины города государства Сирии и Палестины в 720 году некоторые из них восстают Газа такой город государства тоже поднимает пытается поднять восстание и они прибегают к помощи Сибии Египетской в результате всех этих восстаний и военных действий со стороны Ассирии Сибе Египетской Сибе Египетской Сибе в результате этих восстаний и военных действий со стороны Ассирии Египтяне были загнаны обратно в свою землю и Сиудеи произошло то, что она практически стала как остров то есть Иудея была окружена со всех сторон уже и она была как остров своего рода В 716 году умирает Ахаз Что? В 716 году умирает Ахаз и престол наследовал Езекия Езекия 12 лет практически был сонаследником соправителем будет правильнее сказать так то есть Езекия правил вместе с Ахазом на протяжении 12 лет и после того когда Ахаз умирает Езекия становится единственным правителем в Иудее 714 год в Египте к власти приходит 25 эфиопская династия предположительно считается что это событие отражено в Исаии 18 главе с 1 по 6 стих Исаия еще раз эфиопская 25 эфиопская Исаия 18 1 6 горе горе земле осеняющей крыльями по ту сторону рек эфиопских посылающей послов по морю и по первых суднах по водам идите быстрые послы к народу крепкому и бодрому к народу страшному от начала и до ныне к народу рослому и все попирающему которого землю разрезывают реки все вы населяющие вселенную и живущие на земле смотрите когда знамя поднимется на горах и когда загремит труба слушайте ибо так Господь сказал мне я спокойно смотрю из жилища моего как светлая теплота после дождя как облако росы во время жатнего возноя ибо прежде собирания винограда когда он отсветет и гроз начнет созревать он отвержит ножом ветви и отнимет и отрубит отрасли и оставят все хищным все хищным птицам на горах и зверям полевым и птицы будут проводить там лето и все звери полевые будут зимовать там итак 713 год 711 год в Азоте происходит антисирийское восстание в этом восстании участвуют едом маав и иудея в этом восстании участвуют едом маав и иудея маав иудея сирии которого имя было саргон в тот период посылает тартана в Азот и тот успешно проводит военную операцию в результате чего Азот и Геф стали ассирийскими провинциями а иудея начала терять свои земли в 705 году Саргон умер в результате его смерти последовало множество различных восстаний мятежей против ассирии и царь иудейский языки также попробовал провести одно восстание это записано в 4 книге царств 18 глава 4 стих он отменил высоты разбил статуи срубил дубраву и истребил медного змея которого сделала Моисей потому что до самых тех дней сына из и считается что это восстание оно было вдохновлено что изеки был вдохновлен никем иным как Египтом восстание изеки было вдохновлено Египтом ну то есть Египет обещал поддержку в этом восстании давайте посмотрим Исайя 30 глава 1 5 стих горе непокорным сынам говорит Господь которые делают совещание но без меня и заключают союзе но не по духу моему чтобы прилагать грех ко греху не вопросив уст моих идут в Египет чтобы подкрепить себя силой фараона и укрыться под тенью Египта но сила фараона будет для вас стыдом и убежище под тенью Египта бесчестием потому что князья его уже в Цоане и после его дошли до Ханеса все дни будут постыжены из-за народа который бесполезен для них не будет от него ни помощи ни пользы но стыд исрам то есть мы видим что Исайя он не приветствовал это восстание не приветствовал эту поддержку на которую рассчитывал языки которая должна была идти со стороны Египта и так же 31 глава с 1 по 3 стих горе тем которые идут в Египет за помощью надеются на коней и полагаются на колесницы потому что их много и на всадников потому что они весьма сильны а на святого Израилева не взирают и к Господу не прибегают но премудр он и наведет бедствие и не отменит слов своих восстанет против дома нечестивых и против помощи делающих беззаконие и египтяне люди а не Бог и кони их плоть а не Дух и прострет руку свою Господь и споткнется защитник и упадет защищаемый и все вместе погибнут какая идея на ваш взгляд этого откровения которое Исаия сказал от имени Бога что вновь и вновь да иудеи они что вместо того чтобы возложить свое упование надежду на Бога да они снова обращаются к Египту ожидая помощи от Египта и мы видим что Бог здесь говорит через Исаию что помощи реальной на самом деле от этого не будет и результат будет плачевный да итак в Вавилоне так же было восстание которое возглавил бюродох Баладан и предположительно считается что этот человек посылает послов к языке чтобы заложить основу двухстороннего мятежа или выступления то есть он хотел Вавилоне чтобы было восстание да чтобы Иудея восстала и можем об этом читать это четвертая книга царств 20 глава 12-19 стих в то время послал Беродах Баладан сын Баладана царь Вавилонский письма и подарок Иезекии ибо он слышал что Иезекия был болен Иезекия выслушав посланных показал им кладовые свои серебро и золото и ароматы и масти дорогие и весь оружейный дом и все что находилось в сокровищницах его не оставалось ни одной вещи который не показал бы им Иезекия в доме своем и во всем владении своем и пришел Исайя пророк царю Иезекии и сказал ему что говорили эти люди и откуда они приходили к тебе и сказал Иезекия из земли далекой они приходили из Вавилона и сказал Исайя что они видели в доме твоем и сказал Иезекия все что в доме моем они видели не осталось ни одной вещи которая не показал бы им в сокровищницах моих и сказал Исайя Иезекии выслушай слово Господне вот придут дни и взято будет все что в доме твоем и что собрали отцы твои до сего дня Вавилон ничего не останется говорит Господь из сынов твоих которые произойдут от тебя которых ты родишь возьмут и будут они евнухами во дворце царя Вавилонского и сказал Иезекия Исай благо слово Господне которое ты изрек и продолжал да будет мир и благосостояние в одни мои Исайя 39 глава 1 4 стих 39 1 4 В то время Меродах Володан сын Володана царь Вавилонский прислал к Иезекии письмо и дары ибо слышал что он болен и выздоровел и обрадовался посланным Иезекия и показал им дом сокровищ своих серебро и золото и ароматы и драгоценные масти весь оружейный свой дом и все что находилось в сокровищницах его ничего не осталось чего не показал бы им Иезекия в доме своем и во всем владении своем и пришел пророк Исайя к царю Иезекии и сказал ему что говорили эти люди и откуда приходили к тебе Иезекия сказал из далекой земли приходили они ко мне из Вавилона и сказал Исайя что видели они в доме твоем Иезекия сказал видели все что есть и не показал бы им и сказал Иезекии выслушай слово Господа Савуофа вот придут дни и все что есть в доме твоем и что собрали отцы твои до сего дня будет унесено в Вавилон ничего не останется говорит Господь и возьмут из сыновей твоих которые произойдут от тебя которых ты родишь и они будут евнухами во дворце царя Вавилонского и сказал Иезекия Иезекия благо слово Господне которое это Иезек потому что присовокупил он мир и благосостояние прибудут во дни мои хорошо значит правитель Осирии на тот момент имя его было Синнахирим он в этот промежуток времени был занят подавлением мятежей в других местах и поэтому у него не было ни времени ни возможности заниматься иудеем и все это происходило до 701 года то есть этот Синнахирим Осирийский он занимался подавлением других мятежей до 701 года значит в этом походе он разбил Сидон и заставил Азот Омон Моав и Едом платить дань также он покорил Аскалон и Крон одержал победу над египетскими войсками под командованием Тиртарка и это происходило при Елтикии потом был осажден Лохис и Изекия был заперт как птица в клетке в конце концов Изекии пришлось заплатить дань Синахирим Синахирим и Иудея потеряла еще больше земли интересно что землю Иудеи Синахирим передал филистимским царям Некоторые ученые утверждают что от Южного царства то есть от Иудеи в результате остался только один Иерусалим Сейчас мы сделаем перерыв и потом продолжим Синахирим